И всем привет, мои дорогие, юные, любимые, замечательные друзья. С вами Юранка, и мы с вами вновь продолжаем рубрику улучшенных текстур на старые игры. Сегодня у нас с вами на очереди будет трилогия Пенумбры. На самом деле, Пенумбры всего выходило пять частей. Две из них, которые последними являются неофициальные, но рассмотрим именно три официальных. Прежде чем вы установите улучшенные текстуры, я хотел бы кое с чем вас ознакомить. Так как автор данных текстур является зарубежным человеком, и разумеется, он не знает русского языка, то текстуры были улучшены и установлены на английскую версию. Но у нас с вами сохранится полностью русский язык в главном меню. Любые какие-то пометки, все полностью на русском языке, так же как и голос. Но будет кое-какая проблема. Прежде чем ставить данные текстуры, я хотел бы, чтобы вы ознакомились и подумали для себя несколько раз, стоит вам это делать или нет. Вашему вниманию представляю скриншот того, как все выглядело изначально. Я специально, разумеется, прежде чем вам данный мод записывать и показывать, и также демонстрировать, решил самостоятельно убедиться в том, что он действительно работает и все с ним хорошо. Казалось бы, все-все, да не все на самом-то деле. Вот у нас с вами, ваше внимание, представляю стандартный скриншот без улучшенных апскейлинг текстур. Апскейлинг означает более высокого разрешения, так как у нас с вами мониторы сейчас уже, разумеется, скажем так, большего разрешения, а текстуры были созданы еще только как игра, когда вышла, представьте, в начале 2000-х годов, и кто-то, возможно, из вас подумает, что улучшенные текстуры, это, наверное, там трассировка солнечных лучей, DirectX 12 и все дела, теселяция и тому подобное, на самом деле нет, друзья мои, просто будут внешне в увеличенном разрешении текстуры, и на самом-то деле больше ничего. И теперь второй скриншот внимания того, как все выглядит с улучшенными текстурами. Обратите внимание, я, по крайней мере, лично заметил, если обратить внимание на стол, то стол у нас с вами здесь идет со стандартными текстурами, а вот здесь вот стол уже с улучшенными текстурами. Если посмотреть повнимательней, а уж тем более в самой игре уже с улучшенными текстурами подойти к столу, либо же каким-то объектом, можно обратить внимание на то, что наши с вами текстуры стали более высокого разрешения. Заменено было, как говорит автор, абсолютно все. Весит примерно от 1,5 до 2,5 гигабайтов. Если считать, что вся полностью трилогия у меня весит 2,5 гига, а лишь одни текстуры на одну первую часть весит 1,5 гига, то, разумеется, можно понять то, что текстуры действительно были более качественными. Сделаны они были при помощи искусственного интеллекта. Приложение загружено было стандартной стоковой текстурой, и на вывод мы получили вот, собственно, вот такое. Обратите внимание на изображение с рыбами. Оно и будет у нас с вами ключевым. Та самая проблема для нас, русскоязычных, говорящих и читающих людей, друзей и вообще со всего мира. Всех тех, кто разбирается в русском языке. В общем, изначально у нас с вами все выглядело вот так. Табличка не совсем является, как мы видим, с вами немножечко замыленная, замыленная, немножечко такая размытая, но на русском языке таблицы размеров, вот у нас с вами, допустим, там рыбки нарисованы. А мы теперь с вами посмотрим то, как все выглядит с улучшенными текстурами. Если обратить внимание, даже на данном скриншоте, даже при приближении, видно, что наша с вами табличка стала более красивой. Повторюсь, если к текстурам и объектам подходить в игре ближе, то они выглядят не так, как при масштабировании просто скриншота, а, разумеется, качественной. И мы с вами видим, что теперь вместо надписи таблицы размеров какие-то карикозябры. Причиной тому является то, что, повторюсь, автор является нерусскоязычным, и по этой причине, разумеется, 150 миллионов раз подумайте. Но эта проблема заключается только лишь с какими-то объектами, с которыми вы будете встречаться в игре. Только лишь на стенах, где-то на каких-то других объектах будут вот такие вот карикозябры. Стоит скачивать или нет, подумайте для себя сами. Если стоит, то идем с вами дальше. Итак, как же все это загрузить и как же все это скачать? Сайт у нас с вами называется ModDB. Это сайт создан для авторов, сторонних, которые желают создавать какие-то различные модификации и просто публиковать их для людей просто чисто на вот какой-то бесплатной основе. Мы с вами, ссылка на данную страницу будет предоставлена в описании, поэтому вы сможете сразу же попасть на данную страницу, где у нас с вами будет пин-умер высококлассный мод с текстурой реквиема, черной чумы и текстурой увертюры. Если у вас все загрузится на оригинале английском языке, то, собственно, вы увидите вот такую вот картину. Как говорит автор, то, что все было создано через приложение под названием Topos Labs Gigapixel AI, или искусственный интеллект, где текстуры были увеличены от двух до четырех раз. То есть все полностью, вообще предметы, объекты, персонажи и абсолютно все было увеличено в несколько масштабов. Значит, что мы с вами видим? Как все это загрузить? Во-первых, хочу вас предупредить, что вам понадобится довольно много времени, чтобы все скачать, так как скорость скачивания составляет примерно 300-350 килобайт в секунду. Допустим, я хочу скачать улучшенные текстуры на Penumbra Requiem Texture Upscale Mode. Я его открываю. И здесь что я вижу? Весит он примерно 1 гигабайт. Собственно, получается 200 мегабайт. И для примера автор предоставил скриншот. То есть там был мой скриншот, а это скриншот именно самого автора. Оригинальные текстуры выглядели вот так, а в скелет выглядели вот таким образом. Обратите внимание, на землю. То есть если, допустим, наш данный с вами шарик, он что в оригинальных текстурах, что в улучшенных выглядит одинаково, то земля в данном случае у нас с вами выглядит более текстурированной. То есть намного лучше и намного качественнее выглядит. Значит, для того, чтобы ее скачать, нужно нажать просто Download Now. И здесь выбрать, допустим, если автоматическая загрузка не началась, вы выбираете Download, допустим, Requiem US.7zip, либо нажимаете Mirror для того, чтобы загрузить с другого сервера. Ну и можете попробовать выбрать, допустим, другой сервак для того, чтобы скорость была чуть, может быть, побыстрее. Если повезет, на другом сервере где-нибудь у вас скорость будет и побольше. Но в любом случае, посидеть часа полтора-два, подождать, я думаю, что ни для кого проблемы никакой не составит. После того, как мы с вами все это загрузили, нам необходимо открыть текстурпак при помощи архиватора. 7Z должен открываться, в принципе, при помощи встроенного архиватора Windows 7, 8, 10 и 11. Но можно использовать и сторонний, допустим, как я использую WinRAR. Что мы с вами здесь далее обнаруживаем? Папка Textures, Models и инструкции на английском языке. Но, разумеется, я ее записываю на русском, поэтому вам, наверное, будет попроще с этим. Penumbra Mod. Данный наш с вами архив предназначен для установки текстур на первую часть. В моем случае у меня устанавливаются все три части вместе. Я думаю, что, скорее всего, и у вас. Называется папка Penumbra Collection. Мы заходим с вами в папку с игрой. И затем обратите внимание, что установка на часть Black Pleasure, либо же, как это там называлось-то, у него, по-моему, еще Дневники Мертвецов, или же Requiem устанавливается в папку Black Pleasure. То есть устанавливается на вторую и третью часть текстуры в одну папку. Это Black Pleasure вот сюда. Затем папка Redist. И, соответственно, вы закидываете папку Textures и Models в соответствии с тем скаченным архивом, на часть, которую вы скачали, просто с заменой переносите файлики вот сюда. Ну, то есть прямиком две папки закинули. Textures, Models. Нажимаете подтвердить. Да, заменить. Смотрите. Для случая с первой частью здесь у нас с вами действуют исключения. Нам с вами необходимо открыть папку Overture или Overture, а, по-моему, на самом деле более правильное название у нее на русском какая-то там Смерть Неизбежна, что ли, или как-то так он, по-моему, называется. Затем открываем папку с вами Redist. Здесь мы с вами находим огромное количество папок, разумеется, с текстурами, но и, собственно, с модельками. Мы с вами выделяем здесь две папки Textures и Models, и затем их просто закидываем в папку с огромным количеством других папок и файлов. Пока происходит разархивация, нам с вами нужно просто дождаться окончания, а потом и после у нас с вами происходит перемещение. Мы нажимаем заменить файлы в папке назначения. И после этого наши с вами файлики заменяются. Мы нажимаем с вами выполнить для всех текучих элементов и продолжить. Как-то так, друзья мои. В принципе, установка происходит вот так просто. Но не забывайте, друзья мои, про карикозябры. Если вы, все-таки, невзирая даже на то, что вы будете видеть надписи на каких-то стенах, вообще на непонятном полностью языке, а не на русском, и все-таки готовы все равно ради улучшенных текстур поиграть, то, милости прошу, можете скачивать данный мод, устанавливать и наслаждаться. А пока что на этом все. Огромное спасибо за внимание. До новых встреч. Скоро увидите, не переключайтесь. Будет много всего классного, крутого и не менее интересного. С вами была Ширанка. До новых встреч. И пока-пока, ребятушки. И...